Друзья, мы продолжаем. У нас сегодня необычная программа. Вы знаете, что мы заканчиваем на этом сезон, и мы подумали, что мы так много не успеем вам рассказать, что у нас три гостя. И один из них сейчас рядом со мной, кинокритик и программный директор нового проекта «Новой Голландии» Международного фестиваля дебютного кино. Алексей Артамонов. Алексей, доброй ночи, привет. Спасибо большое, что ты у нас. Скажи, пожалуйста, мы все, конечно, заинтригованы, потому что прошла такая массированная имейл-рассылка по всем людям, включенным в процесс в Петербурге, что готовится фестиваль новый. А у нас не так много фестивалей кинематографических в последнее время. В принципе, что это будет? Ну, это будет Международный фестиваль дебютного кино, как можно понять из названия. И та программа, которую мы делаем в этом году, она не совсем фестиваль в полном смысле этого слова, потому что у нас нет конкурса. Вообще говоря, это то, что мы определяем словом превью, мы объявляем о запуске фестиваля, делаем небольшую программу вне конкурсных показов, но в которой в зачаточном виде можно разглядеть структуру будущего фестиваля. И в конкурсе у нас будет полный метр, и короткометражный и полнометражный конкурс международный, полный метр игрового кино, а в коротком метре у нас такой необычный, может быть, подход, хотя по нему работает уже какое-то количество фестивалей, у нас вместе на равных правах соревнуются экспериментальные документальные игровые фильмы. Вместе? Вместе. И жюри, по собственному усмотрению, будет распределять три равноценных приза между этими картинами. Но это будет в 2020 году. В 2020 году. А в этом году, ну, просто вот у нас программа показов, программа мероприятий образовательных, встреч с режиссерами, показы работы киношкол, и, на самом деле, что очень важно, круглый стол на тему проблем дебютного кино, финансовых и не только, на то есть причины, потому что сейчас в Министерстве культуры будет немножко менять правила игры и финансирования дебютов, в общем, нам показалось, что странно... Там есть что обсудить. Есть что обсудить, да, странно делать фестиваль дебютного кино и обращать страну. И не поговорить о самом главном, да, потому что мы знаем, что вот эта новость этой недели, мне кажется, про фонд Александра Сокурова, с помощью которого Кантемир Балагов, например, снимал свои картины, если я правильно понимаю. Первый фильм. Первый фильм «Тесноту». Да. Он снимал с помощью этого фонда, и, видимо, будет мастер-класс, да, Балагова тоже? Да, будет встреча с ним, и будет достаточно непопытно, потому что он будет показывать материалы рабочие, так называемые прешут, предварительные съемки дилды, и через них показывать, как менялся фильм от режиссерского замысла до окончательного варианта, и в том числе будет показывать материалы, снятые на 16 миллиметров, потому что в какой-то момент была идея весь фильм снять на пленку. Уже, честно говоря, запись закончена, места свободного больше нет. Вот, но и Александр Завотухин, чью петербургскую премьеру фильма «Мальчик русский» мы делаем в рамках фестиваля, этот фильм тоже был снят на студии Александра Сокуру, премьер-интонации, который, видимо, может быть, не знаю, надеюсь, что все-таки нет, не будет больше. Да, но да, Александр Сокуру довольно об этом так радикально заявил, что ее не будет, и что больше... Ну, уже Ленфин вроде как предложил им свою помощь финансовую, ну, посмотрим. Ну, посмотрим, да, здесь у нас, как я обычно говорю, в таких случаях место в первом ряду, мы... Да, ну, кстати, возможно, Александр Николаевич тоже придет на наш круглый стол и тоже, может быть, выступит с какой-то репликой, там будет и Пичугин. Это директор Ленфинга. Да, да, да. Ну, давай вернемся к программе, к программе показа фестиваля. Понятно, что как программа директора ты ее отбирал, что мы увидим? Ну, вы увидите шесть полных метров, и надо сказать сразу, что не все эти фильмы дебютные, а, строго говоря, дебютными, первыми фильмами являются только одна картина, на самом деле. Это фильм Золотухина как раз. Есть несколько вторых фильмов. Это фильм чрезвычайно молодого, молодой звезды уже китайского кино, поэт-режиссер-сценариста Бегани, ему 30 лет, ему и ровесник, и вот оба фильма... Первый фильм получил приз в Лакарне, как лучший дебют, а второй был в прошлом году в «Особым взгляде» в Каннах, очень привлек себе большое внимание, и вот мы его впервые покажем в России. Но будет фильм уже взрослого режиссера Кирилла Махановского, но третий фильм, считай, один телевизионный, снят на ЛНТВ, «Гивми Либерти», он вскоре после нас выйдет в прокат, замечательный фильм. Для нас было важно, что он во многом автобиографичный, потому что Махановский эмигрировал в США в 90-е годы, и одной из его первых профессий он работал водителем спецтранспорта для людей с ограниченными возможностями, и на основе этого материала он снял такую лирическую комедию про молодого человека, который работает водителем в спецтранспорте и пытается лавировать между своей какой-то сложной трудовой жизнью и русской общиной. Это полный метр, у нас просто нет времени, конечно, про все картины рассказать, и можно... На Новой Голландии все происходит? Все на Новой Голландии в этом году, да. В бутылке? В бутылке мы строим кинотеатр полноценный. Вот фильм «Бегание», например, там последний час его снят в 3D одним кадром. Мы строим кинотеатр, чтобы иметь возможность это показать. Используем сцену. И павильон, где будут проходить показы работ киношколу и вот встречи с Балаговым, например. А короткий метр сколько получается картин вы покажете? 25-6, я не помню. Причем это средний метр, на самом деле, там по 20-30 минут. У нас есть программа, там самый короткий фильм, это в программе видеоарта, потому что мы должны были экспериментальное кино затронуть, и это все работы выпускников школы Родченко. Но это новая работа, поэтому мы назвали это программой видеоарта. И там есть, в общем, уже такие признанные флагманы молодого российского видеоарта. Сейчас это самый популярный медиум искусства, современного видео. И там разнообразные, крайне интересные работы. И, честно говоря, я абсолютно убежден в том, что короткий метр не менее интересен, чем полный, хотя имена там не настолько громкие. Но я призываю всех интересующихся заходить и посмотреть, что делают разные киношколы, документальные кино, школа Марины Разбежкиной, московская школа кино, московская школа нового кино, которые очень сильно друг от друга отличаются. Но я уверен, что многие, большинство, если не все, из тех режиссеров, которых мы отобрали для этих показов, заявят о себе вскоре. Будем на это надеяться. А если мы говорим о проблемах дебютного кино, кроме финансирования, какие еще есть, как тебе кажется? Ну, это основное. Вообще, на самом деле, конечно, проблема обучения и взаимодействия киношкол со студентами, киношколы государства, государства и дебютантов будущих или настоящих. Ну, это комплексная вещь, тут так сложно выделить проблемы. Часто говорят, что проблема в отсутствии сценариев, но мне кажется, что если бы была немножко другая атмосфера и люди понимали, что у них есть реальные шансы запуститься, то они бы работали над сценариями. Я думаю, что, конечно, институт, редакторский институт, который был в советское время разветочен на киностудиях, от него были не только беды, но и много хорошего. И сейчас он тоже в каком-то виде существует, но он должен сильно трансформироваться. В общем, проблемы комплексные, я бы сказал. Но в первую очередь, это, конечно, отсутствие веры в то, что после киношколы ты можешь реально снять большой фильм. Да, или по крайней мере... Ну да, даже на питчинг некоторые не выходят. Именно поэтому понимаешь, что это не сработает. Если ты сразу сам не нашел инвестора, который готов в это вложиться. Ну да, есть страх, страх. Ну, а с другой стороны, все мы живем... Как недавно я смотрел чьё-то интервью, кто-то говорит, что, честно говоря, мы, в принципе, загадывать не будем. Всякое бывает. Ну, мне кажется, сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Вот в прошлом году на Кинотавре, например, был отдельный конкурс дебютов. В этом году они их не набрали достаточное количество. Но, тем не менее, в общем, молодые люди приходят... И это подтверждает... Просто каждый раз, когда вот такое не в специализированные средства массовой информации попадает, а в более широкие, попадает новость о том, что вдруг молодой российский режиссер, он в данном случае там Балагов, да, получил где-то какой-то приз, и все говорят, о, боже мой, откуда он появился. Хотя на самом деле, и я думаю, что об этом вы сможете узнать на фестивале, на самом деле это поле, оно есть, просто оно не всегда доходит до такого широкого зрителя. Хотя, казалось бы, это очень нужно было бы. И вообще в Петербурге с кинофестивалями, после того, как фестиваль-фестивали, существовавший долгое время, к нему по-разному относились, он был не всегда конкурсным, но он все-таки давал широкую палитру просмотров, показов, у нас стало с кинофестивалями как-то бедновато. Ну, есть послание к человеку, гигантский фестиваль, но они не показывают, мало показывают полуметражных игровых фильмов, за исключением самых главных фестивальных хитов. Да, это правда. Спасибо большое, Алексей. Друзья, ну и еще важный момент. Фестиваль на Новой Голландии нас ждет 26 и 28 июля. Вот в эти дни все показы бесплатные. Есть еще одна интересная история, которую я хотел с вами поделиться. Некоторое время назад в Петербурге зарегистрировали новое НКО. Она называется Ленинграция. НКО — это некоммерческая организация. НКО новое, а заслуги перед городом уже есть, потому что именно благодаря работе основателей этой организации дважды проводился фестиваль «День Д» и в прошлом году впервые общероссийская акция памяти 8 сентября. О планах, о смыслах, об идеях, о грядущих проектах Ксения Иванова сейчас нам расскажет. КОНЕЦ